Сказать о том, что прошедшая неделя была бурной, наверное, не сказать ничего. Действительно, по интенсивности, по накалу событий прошедшая неделя может соперничать с любым периодом времени в последние, наверное, 5, а то и 10 лет. Ну, давайте начнем по порядку. На прошедшей неделе стало известно, что теперь у нас в правительстве Республики Башкортостан будет две оперативки в неделю. Одна из них по четвергам будет полностью посвящена борьбе с надвигающимся на Россию и Башкирию коронавирусом. Вторая так и останется по понедельникам, которая идет в общем формате про все наши хозяйственные дела. Так вот, на этой неделе первая четверговая оперативка состоялась. Выглядела она даже визуально очень необычно. Хотя бы то, что участники оперативки сидели через одного человека и в шахматном порядке, видимо, соблюдая санитарную дистанцию. Ну и заканчивая тем, что видеотрансляция оперативки почему-то была насыщена рекламой, которую подключили к каналу правительства. Видимо, те, кто реально зарабатывают на этих оперативках, потому что случайно это не могло произойти. YouTube подключен там в формате рекламы. В общем, это было очень смешно. Надеюсь, что в следующий раз в трансляции эта реклама будет отключена, потому что она очень мешает сосредоточиться на важных вопросах, которые обсуждаются на этих оперативных совещаниях. Начиная оперативное совещание, Хабиров перечислил те меры и решения, которые принял Владимир Путин, выступая в среду перед нацией в контексте коронавируса. Ну, я не буду повторяться и заново повторять уже за Хабировым то, что он повторил за Путиным. И после этих перечислений Хабиров сделал достаточно обширное и очень эмоциональное, на мой взгляд, вступление. Ощущалось, что он очень обеспокоен и волнуется. Вообще вся эта история с коронавирусом, она встряхнула и напугала власть снизу доверху. То есть мы видели, как на самом деле растерян Владимир Путин. Мы видели, как он в достаточно несвойственной ему манере, такой, в общем-то, где-то даже просящей общался с представителями малого бизнеса. Но и Хабиров тоже не исключение. Судя по всему, коронавирус – это тот вызов, которого власть России никак не ожидала. И у нее есть ощущение, что она может не справиться с этим вызовом. Так вот, процитирую Хабирова, его вступительную часть, которую он предварил это совещание. Начало цитата. «Европа и все окружающие нас государства полыхают инфекцией. Наши жители не поняли угрозы вируса. Очень высок процент тех, кто нарушает режим изоляции». Далее Хабиров сказал о том, что уже принято решение о закрытии всех кинотеатров, бассейнов, фитнесов и так далее. Напомню, что в последующие за четвергом дни закрылись его указом и клубы, торговые центры, бани и прочие вещи не до конца понятно с ресторанами, но, судя по всему, в ближайшие дни они тоже будут закрыты. «Мы входим в самую острую фазу, и надо правительству бесконечно продумать, что мы с этим будем делать». Конец цитаты. Эта цитата, конечно, тоже подчеркивает некую неготовность Хабирова и правительства республики к такому вызову, но дай бог, чтобы они успели мобилизоваться и бесконечно продумали, что им дальше делать, иначе мы все тут погибнем вместе с ним. Да, придется потерпеть. Стройки социальных объектов и проектов будут отложены. Физкультурно-здоровительные комплексы, дома культуры, 16 бассейнов – это все до лучших времен. Конец цитаты. Тут, конечно, Хабиров немножко ошибся стилистически, в том смысле, что с начала вот этой всей чрезвычайной ситуации вокруг коронавируса еще не прошло и месяца, как высшее должностное лицо региона вынуждено докладывать о том, что экономика дала трещину, и теперь мы срочно предпринимаем меры экономии. То есть, тем самым, косвенно Хабиров, да и, собственно, Путин в своих обращениях, они оба подтвердили, что запас прочности российской экономики, вот этой великой, могучей, о которой нам 20 лет, значит, твердили сверхдержавой, оказался не более трех недель, и теперь нужно предпринимать какие-то срочные меры и так далее. Где наш бездонный национальный фонд благосостояния, где все вот эти резервы, где все эти огромные запасы, которые раньше нам всячески пропагандировались и рассказывались, где отсутствие внешнего долга, где гигантский золотовалютный запас, все это совершенно непонятно. Мы все начинаем уже сейчас, не случившись этой трагедией и еще кризиса, но мы уже начинаем экономить. Спасибо большое за 20 лет плодотворной работы, за обеспечение надежности нашей экономики. То есть тут, конечно, приходится им признавать вот эти вещи, а нам приходится, наверное, переоценивать то, что нам говорили все эти последние 20 лет. Повышая накал страстей, Хабиров перешел уже к откровенной патетике и сообщил нам, что, по его мнению, с момента Великой Отечественной войны республика Башкортостан не подвергалась подобной угрозе. Ну, тут, конечно, совершенно излишне подобные патетические отклонения, но и тут они не избегли соблазна притянуть за уши Великую Отечественную войну. Уже, наверное, даже не смешно, когда говорят, что победа в Великой Отечественной войне – это главное достижение Путина за годы его власти. Ну, в общем, тут Хабиров тоже, будучи все-таки человеком зависимым от кремлевской риторики, ну, вот, не удержался, вот такое сравнение привел. На самом деле, надо быть очень осторожным с подобными сравнениями. Тут пока еще действительно не война, а всего лишь некая ОРВИ надвигается на нашу страну. Перешли к поручениям. «Готовим резервы для социальной поддержки населения и поддержки экономики. Если рухнет экономика, мы надолго забудем о каких-либо стройках». Конец цитаты. Хабиров, конечно, формально прав. Если рухнет экономика, то мы действительно забудем о стройках. Но что это она вдруг рухнет? Опять-таки, возвращаясь к могучей, нерушимой экономике энергетической сверхдержавы, которую мы строили последние 20 лет, как-то это очень странно. Продолжаю цитировать лидер республики. «Поручаю всем муниципалитетам приступить к пересмотру своих бюджетов. У каждого муниципалитета есть план закупить какой-нибудь костюм для оркестра или ансамбля. Так вот, забудьте об этом». Конец цитаты. Хабиров очень метко проиллюстрировал планы бюджетов районов. Судя по всему, он неплохо в этом разбирается, потому что именно в этот день, в который прозвучали эти слова в правительстве, бюджет Ишимбайского района, родного Хабирового района, попытался закупить, только не смейтесь, баян за 725 тысяч рублей. Официальная государственная закупка была размещена на площадке госзакупок на покупку баяна с ценой 725 тысяч рублей. Вот таким образом, в общем-то, можно иллюстрировать запросы наших муниципалитетов. Я очень надеюсь на то, что главы районов и городов и муниципалитетов услышат Хабирова и поймут, о чем он им говорит. Я имею в виду, в такой смутный и непонятный период, при такой слабой, расшатанной за 20 лет экономике, не перейти к экономии и рачительному отношению к остаткам бюджетных средств, конечно, было бы преступлением. Также Хабиров повелел районам и муниципалитетам немедленно сформировать штабы по контролю и борьбе с инфекцией COVID-19 и возглавить эти районные и муниципальные штабы должны, безусловно, главы районов и городов. Тут, конечно, абсолютно правильная мера, и действительно давно пора эти штабы создать на местах, то есть некая вертикаль штабов у нас формируется, начиная от московского и заканчивая, например, штабом борьбы с COVID-19 в Архангельском районе. Только непонятно, каким образом глава Архангельского района возглавит этот штаб, если он еще две недели будет находиться на карантине, потому что стало известно, что вот он буквально вчера вернулся в Российскую Федерацию, видимо, пешком перейдя границу Непала, Монголии и потом уже российско-китайскую, но, тем не менее, господин Аминьев прибыл в границе Российской Федерации и находится на карантине. В общем, вот таково было вступление в эту оперативку и перешли к докладам. Поочередно чиновники правительства выступали перед Хабировым на этой тематической оперативке. Я не буду останавливаться отдельно на разборе подробном каждого доклада, дам только выжимку и самое важное, потому что очень много вещей в этих докладах повторялось, очень много было того, что уже было известно и ранее. В общем, выберем самое важное. Начались почему-то с карательных мер. Видимо, Хабиров в прошлый раз так настойчиво требовал возбуждения дел против людей, которые нарушают режим самоизоляции, что вот именно с этого решили начать, с приятного начальства. Стало известно, что уже 37 административных дел возбуждено в отношении нарушителей самоизоляции. Напомню, что пока на данный момент максимальная санкция за подобное правонарушение составляет сумма 80 тысяч рублей штрафа. Однако Госдума интенсивно работает над тем, чтобы ужесточить эти меры. И, судя по всему, в арсенал наказаний, недоступных для Хабирова в будущую неделю, уже появится и уголовная ответственность. Потому что Госдума всерьез рассуждает о том, чтобы особенно злостных нарушителей самоизоляции, либо людей, которые нарушением самоизоляции повлекли заражение и смерть людей, там вести уже и уголовную ответственность. В общем, подчиненные порадовали Хабирова тем, что 37 людей, которые нарушили режим самоизоляции, уже настигла кара. Хабиров на это среагировал в свойственной ему манере. Цитирую. «Никому не забудем и не простим». Конец цитаты. Далее он указал своим подчиненным на то, что надо последовательно наказывать всех нарушителей. Даже когда пройдет вся эта эпидемия и пандемия, нужно все равно найти и покарать тех, кто это все сделал. В общем, там, конечно, эмоции какие-то абсолютно несоразмерные, на самом деле, проблемам. Лучше бы он эту ярость направил на каких-нибудь глав администрации Ишимбая или Архангельского района. Далее, например, Забелин сообщил нам, что уже с понедельника, 30 марта, освобождается Демская больница под госпиталь COVID-19, а также в ряде медучреждений готовятся резервные койки. Забелин упомянул о недостатке количество тестов на COVID-19 в республике, рассказал, что за прошедшую неделю удалось пошить 135 тысяч масок для медицинских целей, закуплено еще 418 тысяч масок и есть сырье для 4 миллионов масок. Хабиров поставил задачу довести производство масок в республике до объема 50 тысяч штук в день, а также сообщил, что еще турецкие товарищи спешат нам на помощь и готовы поставить нам 800 тысяч масок, но, правда, не безвозмездно. Хабиров, выслушав Забелина и в процессе его доклада, стал рассуждать о том, что чиновники находятся на передовом крае борьбы с этой коронавирусной инфекцией, но вовсе не врачи, не водители автобусов, а именно чиновники. И потому здорово было бы протестировать членов правительства, глав районов и вообще администрации на наличие коронавирусной инфекции. И, например, в момент прямо доклада Хабиров говорит Забелину, а давайте-ка протестируем. Я вот, говорит, прямо сейчас пройду тест, прямо сегодня проверюсь на это все дело. И тут Забелин смутился и был вынужден отказать Хабирову, потому что нет у него тестов. Вот просто нету. Хабиров как-то так растерялся, значит, ну, говорит, что же вы там, не найдете там буквально для нас, что ли? Забелин сначала правильно ответил. Он сказал, что Радий Фаридович, мы по постановлению, по решению тестируем только людей, которые находятся в группе риска по приезду из-за границы. Но Хабиров уже стал хмуриться, задал следующий вопрос, что и для меня один тест не найдете? Ну, тут, конечно, Забелин был вынужден сдаться. Найдем, найдем. В общем, замяли тему. Но надо отметить, что только в одной Москве ежедневно проводится 4000 тестов в день. Мы не можем найти даже 100 для правительства и не стесняемся об этом говорить. Вот здесь, конечно, возникает масса вопросов к количеству выявленных заболеваний в Башкирии. Напомню, что всего в Башкирии выявлено 4 или 5 заболевших. И на прошедшей встрече со СМИ в Белом доме даже Хабиров говорил о том, что он не до конца доверяет вот этой статистике выявления больных. А это опасная история. В том смысле, что где-то, получается, здесь по Башкирии бродит гипотетическое количество еще инфицированных этим вирусом, а мы не знаем, где они. Потому что нам недостаточно вот этих тестов или потому, что мы их проводим не в том порядке. Напомню, что тесты на наличие COVID-19 нельзя сделать добровольно. Можно сделать только по предписанию врачей. А врачи предписывают делать эти тесты только в определенных случаях. Вот потому и дорогому Радио Фаритовичу даже по его просьбе не достался тест, который он просил у Забелину. Но вернемся к маскам. Тут хотелось бы сделать одно лирическое отступление или не лирическое, но в общем отступление. Вот эта штука – это чумная маска врача XVI века, которую одевали во время эпидемии чумы в Венеции. И эта чумная маска была призвана защитить доктора от заразы. Считалось, что вот этот длинный нос отпугнет больных, которые не будут передавать свою болезнь врачу. Есть версии о том, что в этот нос набивались всевозможные душистые и целебные травы, которые тоже помогали врачу не заболеть. Ну, в общем, я к чему это говорю? К тому, что на самом деле медицинская маска спасает от заражения примерно так же, как вот этот длинный нос чумной маски доктора XVI века. Все врачи уже устали говорить о том, что маска нужна в первую очередь больным и во вторую очередь врачам. Но никак вовсе не гражданским лицам и не для ношения на улице в вольном режиме. Еще один важный момент по поводу масок. Маску нельзя носить больше полутора-двух часов, одну и ту же, потому что она начинает концентрировать болезнетворные бактерии внутри себя, там создается влажная среда, которая потворствует размножению бактерий и так далее, и так далее. То есть человек должен как минимум восемь раз в день менять маску, чтобы носить ее целый день. Но, к сожалению, это все не прокатывает, не проходит в сознание ни обывателей, ни чиновников. И вот, например, на заседании вот этого правительства Хабиров обеспокоился судьбой сотрудников МВД и распорядился Забелину и Министерству промышленности выделить нужное количество масок для сотрудников МВД, которые там чего-то где-то патрулируют. На что Забелин резонно возразил, прямо скажем, в русле рыночной экономики, он сказал, что, знаете, Башфармацея-то, оказывается, покупает эти маски, ну, в том числе у турок, например. И тут проскочила цифра. Оказывается, Башфармацея покупает маски по 35 рублей за штучку. Помним, да, что на прошлом заседании стоимость масок, которые, например, шились тут в Башкирии, в Агиделе, были от 25 до 27 рублей. Как-то странно. Цена резко возросла на 10 рублей. Как говорится, кому пандемия, а кому мамамия, да. В общем, конечно, я нисколько не сомневаюсь, что на этих процессах будут зарабатываться деньги. И огромные деньги на самом деле. Потому что правительство России уже готовит режим послабления закупок. Поэтому под шумок в этой чрезвычайной ситуации можно будет закупать баяны и прочие вещи по чрезвычайно завышенным ценам. В общем, конечно, эту угрозу никто не отменял. Но цифру в 35 рублей за одну маску пока отложим себя в сознании и поймем. В общем, Забелин сказал, что нет, мы не можем выделить МВД маски. Тут Хабиров вспылил, сказал, что решайте вопрос, МВД пошло нам навстречу. Ну и так далее. Как будто бы МВД – это коммерческая структура, которая исключительно по собственному желанию решает государственные проблемы. Далее Ленар Иванова, любительница бассейнов и личных парикмахеров, сообщила нам о том, что она неустанно ведет работу по профилактике соблюдения режима самоизоляции. Она выявила 99% тех, кто приехал из-за рубежа и 90% из них она уже проверила. Не очень верится, что она обошла почти 18 тысяч квартир. Ну да ладно, потому что в ее распоряжении есть 278 бригад, в которых числятся 783 человека, которые производят многократные обходы квартир с целью контроля вот этого режима самоизоляции. В процессе этого контроля Ленар Хакимовна выявила только 40% приехавших из-за рубежа, которые соблюдают самоизоляцию. Действительно, тут я соглашусь с Хабировым и многими другими о том, что граждане наши очень беспечно относятся к этой угрозе. 60% приехавших из-за рубежа не самоизолировались и, соответственно, потенциально сеют этот вирус по Башкирии, что неизбежно приведет к разворачиванию вот этой вот пандемии. Ленар Хакимовна упомянула о том, что 760 человек только в Уфе нарушили режим самоизоляции. То есть вот это 760 потенциальных разносчиков вируса сейчас находятся в Уфе, которые где-то перемещаются, с кем-то общаются, ездят по магазинам и потенциально, повторюсь, гипотетически передают этот вирус окружающим. А дальше уже по цепочке. Про зарплату. Часть предприятий закроются, то есть или уже закрылись. Я имею в виду те вот предприятия из списка, это клубы, сауны, фитнес-центры, бассейны и прочее, прочее. Иванова разъяснила, что их закрытие по закону и по трудовому законодательству трактуется как простой, вынужденный простой. И оплачивается из соображений двух третей обычной зарплаты для работников. То есть по закону работники за время вот этого простоя, сколько бы он не продлился, будут получать две трети положенные им зарплаты. Однако мы понимаем, что структура заработка в Российской Федерации достаточно сложна. Дабы экономить на налоговых отчислениях и вообще оптимизировать затраты, работодатель вынужден вводить такую схему. Платится очень маленькая, практически минимальная зарплата, и к ней добавляются всевозможные регулярные, нерегулярные премии, надбавки, прочее, прочее, прочее. Зачастую эти все надбавки, премии и прочее, выплаты и доплаты превышают саму формальную зарплату у человека. И пока все нормально, работники этого не замечают. Они получают в общей сумме, значит, эти деньги, там расписано что за что, но их это не особенно волнует. Но, однако, они будут удивлены, что когда им начислят зарплату в соответствии с этим законом о простое, они получат две трети своей только голой зарплаты. Некоторые специалисты говорили мне о том, что, по сути, может произойти снижение общего, фактического, физического дохода людей в этой ситуации до 70%. Ну, посмотрим, как будет в этой ситуации. Но дело в том, что абсолютное большинство предприятий будет вынуждено подчиняться именно законодательной схеме расчета вот этих выплат, и потому избежать подобного снижения дохода не получится. Теперь по оплате так называемой недели Путина. Путин широким жестом разрешил россиянам не работать на следующей неделе и разрешил работодателям оплатить россиянам эту неделю. Великодушный жест оценили далеко не все. Лебедев даже язвительно прокомментировал это так, что, дескать, спасибо нет, Владимир Владимирович, и мы будем работать. Но осталось совершенно непонятно, в каком порядке и на каком основании работодатели должны оплачивать безделие собственных работников. И тут Иванова тоже бессильно развела руками. Она сказала, что ждет разъяснений от Минтруда Российской Федерации, а этих разъяснений все еще нет. Было бы полезно упомянуть практику Западной Европы и Северной Америки в этой ситуации. В Европе, в Америке и даже в некоторых азиатских странах государство взяло на себя бремя оплаты вот этих сумм заработной платы и доходов граждан на период вот этих событий. То есть у нас Путин разрешил работодателям заплатить зарплату, а вообще-то в нормальном мире государство выплатило эту зарплату, не перекладывая вот этот груз финансовый на предприятие, которое и так уже чувствует себя очень плохо. Перешли к карантинным мерам. Судя по всему, карантинные меры будут только нарастать, и Хабиров этого не скрывает. Он упомянул, что мы идем по московскому пути. Речь идет о том, что вероятнее всего с понедельника, ближайшего понедельника 30 числа, максимум со вторника 1 апреля будет введен в Уфе, а потом, возможно, и по всей республике карантин для лиц старше 65 лет. Как это будет выглядеть, пока непонятно. Хабиров дал задание разработать схему и комплекс мер в этом отношении Ивановой и Изобилину. Они, значит, над этим, видимо, работают. Напомню, что в республике проживает 545 тысяч человек старше 65 лет. В отношении них будет введена эта мера. 65 лет – это та граница, когда опасность летальности вируса становится действительно очень большой. До 20%, по другим оценкам, 15% заболевших в возрасте старше 65 лет погибают от COVID-19. Соответственно, им вот эта болезнь угрожает в наибольшей степени. Как будет выглядеть карантин в Уфе, я не знаю, но Хабиров дал поручение разработать регламент карантина для людей старше 65 лет. Как контролировать, как помогать, а самое главное, как наказывать за нарушение. Судя по всему, и стариков Хабиров будет преследовать до последнего и не забудет и не простит им, если они нарушат эти правила. Завершил это, значит, свое поручение Хабиров таким лозунгом «Уфа готовьтесь», то есть вот к этому карантинному мероприятию. А также из смешного он дал поручение «Единой России» начинать готовить волонтеров. Вот тут мы и проверим, насколько последователи и апологеты этой партии на самом деле готовы бросить себя в топку событий, потому что волонтеры будут на острие опасности заразиться коронавирусной инфекцией. Посмотрим, сколько на самом деле членов партии «Единая Россия» беззаветно готовы исполнять указания своих лидеров, принести в жертву свое здоровье, а может быть и жизнь, ради исполнения задач и программ партии. А самое главное посмотрим, сколько руководителей вот этого партийного объединения реально поучаствуют во всех этих событиях. Будет ли Ахмадинуров обходить подъезды, открывать двери, протягивать руки, передавать продукты, значит, там, старикам и старушкам и так далее, и так далее. Может быть, к этому движению присоединятся другие видные члены партии «Единая Россия» в Башкортостане. Посмотрим. Это будет лакомосовой бумажкой. Далее пробежались по попытке организовать дистанционное обучение для школьников и студентов в республике. Это действительно была попытка и, на мой взгляд, пока неудачная, потому что на данный момент 24% педагогов в школу не используют цифровых ресурсов, то есть ни о каком дистанционном обучении не идет речь. 21% студентов не готовы технически заниматься дистанционно, у них просто нет компьютеров, и 26% школьников не имеют условий для онлайн-обучения. Это очень много. Если все это перекрестно складывать, а это не параллельные цифры, соответственно, я так полагаю, что примерно половина либо учителей, либо студентов или учеников школ не имеют возможности получать дистанционное образование. Выслушав доклад министра образования, Хабиров приказал продлить до 6 апреля каникулы. Это очень важный момент. То есть каникулы официально продлены до 6 апреля. И попытаться все-таки в этот период наладить процессы вот этого дистанционного образования в школах и вузах. Но я не знаю, как это получится. Дополнительно сообщу, что уже стало известно о переносе ЕГЭ и ОГЭ в этом году на 8 и 9 июня, соответственно. Хотя тоже нет уверенности, что к этому моменту страна справится с пандемией. И нет уверенности в том, что за оставшийся период времени школьники смогут настолько же эффективно, как и раньше, подготовиться к этим непростым на самом деле для них испытаниям. Еще одним тревожным моментом, который я почерпнул из этой оперативки, новой оперативки по коронавирусу, было то, что достаточно неуверенно стали звучать тезисы о продуктовой безопасности в Республике Башкортостан. Руководитель комитета по торговле и защите прав потребителей в своем кратком докладе отметил, что по Республике есть рост цен на Бакалею и дезинфицирующие средства. Действительно, стоимость дезинфицирующих средств просто зашкаливает. Недавно я приобрел в магазине Бублик на Ленина 30-миллилитровую баночку обыкновенного антисептика по цене 179 рублей. То есть литр этого антисептика теперь стоит в рознице около 5000 рублей дороже дорогого французского коньяка. Ну, повторюсь, подорожала и Бакалея. Господин Гусев отметил, что в Республике на данный момент продуктовых запасов на 34 дня. Много это или мало, я не знаю, но Федеральный штаб по борьбе с коронавирусом рекомендует регионам формировать запасы на 60 дней. Вот это, конечно, очень тревожно. Откуда возьмутся эти запасы, откуда возьмутся средства на их закупку, самое главное, кто это будет закупать, не разворуют ли деньги в процессе этих закупок, тут вопросов очень много. Но продуктовая безопасность, конечно, беспокоит всех. Дополняя то, что было сказано на вот этом коронавирусном совещании, скажу, что на прошедшей неделе в Республике стали известны меры по поддержке малого и среднего и вообще бизнеса и экономики Республики. Все это наложилось на высказывания и указания Владимира Путина, которые прозвучали в минувшую среду. В общем, в среднем картина по Республике выглядит следующим образом. На меры по поддержке экономики в общей сложности пока выделяется 15 миллиардов рублей. Это колоссальная сумма, я не припомню проекта с таким финансированием за последние годы. Ну, в общем, 15 миллиардов рублей попадают в руки тех, кто занимается этим процессом, и они начнут их распределять. Куда пойдут эти деньги? Вот список, по крайней мере, краткий список тех мер, которые планируют предпринять экономический блок Республики господин Назаров и его подчиненные. Снижение налогов для малого и среднего бизнеса ИЭП, причем достаточно резкое снижение. То, о чем вот просили, там спорили с Бойцовой, наконец случилось, спасибо коронавирус. Компенсация валютной курсовой разницы при покупке промышленного оборудования, но это на самом деле очень конструктивная мера. Тут они очень четко словили ту проблему, которая существует. И тут, конечно, дело не в коронавирусе, а в обрушении рынка нефти, вот этих проделках Сечина-Путина, но как результат мы получаем рост валюты, и это очень тяжело для предприятий, закупающих промышленное оборудование. Отмена проверок и штрафов для малого и среднего предпринимательства. Очень важная история. Как бы она, конечно, не спровоцировала массовые нарушения законодательства, но, тем не менее, действительно, де-факто это, конечно, облегчение для малого и среднего бизнеса и немножко по рукам вот этим вот лукавым инстанциям. Обнуление муниципальной аренды для малого и среднего бизнеса. Это вообще гениально. Вопрос только в том, не выпадет ли достаточно большое количество доходов муниципалитетов, не получим ли мы обратного эффекта, но для малого и среднего бизнеса это, конечно, очень существенная помощь. Посмотрим, как удастся реализовать. Субсидирование коммерческой аренды. Вот такого я не припомню, чтобы вообще было когда-нибудь. Тут достаточно сложный механизм. Наше правительство Башкирское разработало. Если, например, коммерческий арендодатель, ну, собственник помещения, кому-то сдает в аренду малому предприятию, например, и он готов снизить ему или обнулить эту аренду, то тогда собственнику этого помещения будут выписаны льготы, например, по налогу на имущество и так далее. То есть, ну, такие пропорциональные возмещения. Напомню, это все, естественно, за счет бюджета. Но достаточно интересное и креативное, на самом деле, решение. Тут я нисколько не иронизирую. Будет создана некая система выкупа долгов крупных предприятий перед предприятиями малого и среднего бизнеса. Для этого будет создана факторинговая компания с общим объемом средств около 100 миллионов рублей. Это тоже непростой и технологический способ поддержки бизнеса и экономики. То есть, если говорить вкратце, это мера, направленная на то, чтобы не заблокировать взаимоотношения между предприятиями, которые могли бы продолжить взаимную работу, даже имея долги между собой. Вот здесь вот склинивается вот эта факторинговая компания, которая будет развязывать вот эти временные проблемы с долгами между предприятиями. Вообще, конечно, завершая разговор о поддержке экономики и малого и среднего предпринимательства в Республике и в России, скажу, что перед правительством и России, и Башкирии стоит, на мой взгляд, почти невыполнимая задача, потому что на проблему с коронавирусом накладывается больше и более фундаментальная, на мой взгляд, проблема, это проблема экономического кризиса, который накрывает Российскую Федерацию. И кризис этот, повторюсь, рукотворный. Его создали нам Игорь Иванович Сечин и Владимир Владимирович Путин, когда хлопнули дверью в ОПЕК и обрушили рынок нефти. Но причем обрушили его в основном для России, потому что саудиты вполне себе пройдут цену и 25, и даже 20 долларов за баррель, а мы уже на уровне 42,5 долларов за баррель начали терпеть бюджетные убытки. К счастью, жизнь не зацикливается только на угрозе коронавируса, и перейдем постепенно к событиям, которые случились на прошлой неделе, которые, ну, так или иначе, не имеют отношение к этой большой проблеме. В правительстве республики произошли некоторые перестановки и весьма существенные. На прошедшей неделе стало известно, что без объявления войны был уволен со своей должности Тимур Рафисович Мухаммедьянов, возглавлявший комитет по транспорту и дорожному строительству. Мы помним затяжную войну, почти полтора года Хабиров воюет с Мухаммедьяновым, пытаясь, значит, наладить какие-то процессы. Как выразился Хабиров, процесс воспитания закончен. Впрочем, Тимура Рафисовича не выгоняют на холод с вещами. Хабиров как-то туманно обмолвился о том, что ему достается какая-то должность в правительстве, впрочем, не уточнив, какая должность. И, как было сказано, наибольшим образом соответствующая, видимо, квалификации и способностям самого Тимура Рафисовича. Как это удалось, до сих пор непонятно, но Хабирову удалось преодолеть противодействие московских покровителей Мухаммедьянова. Пока официально не объявлялось, кто займет его место, но с большой вероятностью я прогнозирую, что на место Мухаммедьянова придет Алан Мирзаев. Кто такой Алан Мирзаев, известно немногим. Это человек, который тоже прибыл из Подмосковья вслед за Хабировым. Алан Мирзаев возглавлял в Подмосковье Домодедовскую налоговую инспекцию, а сейчас, на данный момент, он, в общем-то, тоже на ключевой позиции. Он возглавляет управление дорожного хозяйства Республики Башкортостан. Не посторонний человек Хабирову. Мы помним, как Хабиров воевал с Мухаммедьяновым, но вот фотография, которую мы вам показываем, наверное, в большей степени иллюстрирует отношения Хабирова и Мирзаева, то есть это более чем близкие люди. А также можем видеть, как господин Мирзаев в таких почти родственных выражениях поздравляет Хабирова с вступлением в должность главы Республики Башкортостан в 2018 году. В этой сфере установилась примерно та же конструкция, которая установлена почти везде в правительстве Республики Башкортостан, то есть ключевые позиции занимают только близкие к Хабирову люди. Продолжились события, связанные с конфликтом между Су-10 и компанией Башспирт. Газета «Вестник Башспирта», она же газета «Тантана», которая все еще по недоразумению называется официально «Коммерсант», сообщила нам о том, что Башспирт подал исковое заявление в арбитражный суд Республики Башкортостан о принудительном изгнании Су-10 со строительной площадки завода Башспирта в Булгаково. Суд принял иск Башспирта и назначил разбирательство на 18 мая. Судья Шамсудинов будет разбирать этот вопрос. Собственно, о чем идет речь? Речь идет о продолжении этого конфликта. Мы помним, что несколькими неделями ранее Башспирт попытался взыскать с компанией Су-10 совершенно несуразную сумму в 12 миллиардов рублей неустойки за завод, который не стоит и одного миллиарда. Но на данный момент это требование пока отошло в сторону. Для Башспирта стало принципиальным изгнать со строительной площадки Су-10. Су-10 утверждает, что по надуманным по версии Су-10 причинам Башспирт не актирует и не принимает уже выполненных работ на сумму порядка 150 миллионов рублей. Ну, что действительно не может не сказаться на финансовой устойчивости и Су-10, и десятков фирм-подрядчиков, субподрядчиков, которые работают на этом объекте. Но наряду с этим мы получили документы о том, что Башспирт и лично господин Нагуманов проявляет совершенно необъяснимую заботу об отдельных подрядчиках в строительстве этого завода. В частности, речь идет о Су-15 и ООО «Стройпроект», в отношении которых господин Нагуманов направляет в Су-10 к генеральному подрядчику и вообще подрядчику по строительству этого завода распорядительные письма. Так называемые распорядительные письма, которые относятся к этим опекаемым господином Нагумановым организациям с требованием заактировать исполнение работ для того, чтобы Башспирт мог напрямую, минуя Су-10 оплачивать работы и авансы для этих предприятий. Совершенно непонятно, почему именно вот эти два подрядчика так трогательно опекаются Нагумановым. И есть предположение о том, что, конечно, за этими предприятиями стоят люди близкие и к Нагуманову, и к господину Стрижневу, который является советником господина Нагуманова. Есть не до конца подтвержденная, но вполне себе обоснованная информация о том, что, например, за ООО «Стройпроект» стоит господин Бабушкин, который является родственником Стрижнева. В общем, конечно, картина не очень красивая. Я пока не берусь заявлять, что за этой схемой стоят какие-то преступные или коррупционные проявления. Тут, конечно, нужны оценки юристов, потому что, ну, не забудем, что «Барспирт» это полностью государственное предприятие. И понятие там конфликта интересов, всевозможные личные заинтересованности, в общем-то, применимые к предприятию «Барспирт», потому что оно полностью государственное. Законно ли подобные схемы и подобные требования со стороны Нагуманова в отношении СУ-10 и вообще вот эти все процессы, это, конечно, оценку должны давать юристы и суд. Понятно, что СУ-10 не соглашается с этими требованиями, с этими заявками. И вопросов, на самом деле, к «Барспирту» становится все больше и больше. Первый вопрос. Каким образом была и была ли вообще пройдена государственная экспертиза проекта, если уже в январе 2020 года в отношении земельного участка выяснилось, что земельный участок под этим заводом выделен незаконно и арбитражный суд в 20-х числах января 2020 года принимает решение об изъятии этого участка «Барспирта» и передачи его обратно в собственность Уфимского района? Наверное, было бы закономерно предположить, что и разрешение на строительство, которое выдал господин Угаров под этот участок, в этом случае подпадает под сомнение. Потому что, ну, если участок обратно возвращается Уфимскому району, то разрешение на строительство тоже становится незаконным. В полном ли объеме и надлежащим ли качеством выполняются работы вот этими вот отдельно взятыми подрядчиками, которых так опекает господин Нагуманов? Я имею в виду СУ-15 и Остройпроект господина Бабушкина. Этого тоже доподлинно неизвестно, но тем не менее господин Нагуманов требует для них и авансов, и расчетов. Как «Барспирт» представляет себе консервацию и сохранение незавершенного строительства в случае, если СУ-10 будет все-таки выдавлена со стройплощадки. Потому что это очень сложный объект. Там масса опасных элементов оборудования. Там есть и высоковольтные линии, там есть и всевозможные емкости и прочее. Остается непонятным, насколько возрастет стоимость проекта и насколько удлинится процесс строительства этого завода. В случае, если СУ-10 будет вытеснена со стройплощадки, кто станет новым подрядчиком, по какому принципу его отберут. Это все вопросы без ответов. Почему-то «Барспирт» не считает существенным эти вещи. Напомню, это государственное предприятие. Они тратят государственные деньги на эти вещи. И существенно возрастают угрозы возрастания и увеличивания стоимости этого проекта. Только потому, что «Барспирт» решил выдавить со стройки СУ-10. Непонятно, вернутся ли итальянские специалисты, которые, безусловно, покинут стройку и прекратят монтаж в случае вот этого конфликта и прочих разборок. Насколько обратимы процессы недомонтажа вот этого итальянского оборудования. Будет ли составлять опасность для жителей Булгакова незавершенный объект строительства в виде вот этого законсервированного или незаконсервированного завода на время поиска нового подрядчика? В общем, вопросов, связанных с этим, масса. Почему-то «Барспирт» не собирается на них ни отвечать, ни даже обсуждать эту тематику. Для них вот тупо важно выгнать СУ-10. По моему субъективному мнению, если бы «Барспирт» не устраивал вот этих разборок, а сосредоточился на консолидированном решении задачи строительства завода вместе с СУ-10, параллельно предъявляя свои закономерные или не очень претензии к строительству, то совместно СУ-10 и «Барспирт» наверняка бы закончили этот объект к маю-июню 2020 года. Теперь уже не знаю. И «Барспирт» уже к лету мог бы, например, производить те самые очень необходимые республики и стране спиртовые санитайзеры или еще что-то, и в конце концов свою штатную продукцию. Но, тем не менее, судя по всему, кому война, кому мать родна, и вот этот конфликт, он имеет какую-то подоплеку под собой корыстную. Я вот это прямо чувствую, потому что он настолько абсурден, что точно без какого-то корыстного интереса и, скорее всего, со стороны конкретных физических лиц этого конфликта могло бы и не быть. В общем, резюмируя на данный момент ситуацию вокруг «Барспирта» и СУ-10, я скажу, что вся эта история, конечно, очень дурно пахнет. Она никак не ложится в русло тех решений, которые принимают Назаров-Хабиров в отношении поддержки экономики республики. Более того, вся эта конфликтная ситуация идет вразрез с этими решениями. Вот этот конфликт, он действительно ставит под угрозу благополучие существования двух крупнейших предприятий республики, это СУ-10 и сам «Барспирт», и ставит под угрозу еще благополучие десятков, если не сотен малых и средних предприятий, которые участвуют как субподрядчики в этом строительстве. Куда смотрят, как говорится, правительство я не понимаю, но очень надеюсь на то, что экономический блок правительства республики Башкортостан обратит внимание на этот конфликт, вмешается и прекратит его. Сегодня немного поговорим о почте нашего канала, она обширна и многообразна, вот уж где-где, а вот именно в нашей почте весь спектр проблем республики, тут и образование, и медицина, и какие-то коммунальные и дорожные проблемы, но давайте по порядку. В частности, на почту нашего канала пришла копия обращения учителей республики Башкортостан к Радио Хабирову, и обращение это касается того, о чем шла речь на предыдущей оперативке в правительстве. Речь о сборище детей, приспешников в движении АУЕ, Министерство образования или какие-то другие структуры, связанные с образованием и образовательными процессами в республике, принимают какие-то странные решения. После того, как Хабиров гневно обрушился на эту ситуацию и потребовал ее решения, учителей погнали по торговым центрам и местам скопления молодежи для того, чтобы они разгоняли вот эти вот АУЕ-собрания и группировки этих детей. Ну, более идиотского решения, на мой взгляд, принять было нельзя. И вот учителя обращаются к Хабирову, чтобы он прекратил эту практику, потому что они беспокоятся за свою жизнь и здоровье, они говорят о том, что это бессмысленная мера и вообще зачем нам нужна милиция, полиция, МВД и так далее. То есть, ну, вот такое обращение в адрес Хабирова есть. Кроме всего прочего, это, конечно, эпидемиологически очень неправильная история, выгонять людей в людные места, чтобы они там, ну, перезаражались или перезаражали друг друга, конечно, абсолютно неправильно. Еще одно письмо, касающееся Министерства образования, письмо, такое, как бы, крик о помощи и письмо информация. Ровно год назад, 25 марта 2019 года, во время встречи с работниками культуры, Хабиров дал публично поручение Линарии Ивановой перевести ГБУ РГИ в состав Министерства культуры и состава Министерства образования. Это старейшая музыкальная школа, школа, так называемая школа военных музыкантов, и это решение было принято год назад. Так вот, госпожа Иванова тупо не исполнила поручения Хабирова. Хотелось бы обратить внимание ради Фаритовича на этот факт, и, несмотря на первостепенность задач по коронавирусу, наверное, все-таки оставлять другие задачи и другие обещания тоже нельзя. Наш подписчик Олег из Бирска прислал нам письмо о странной ситуации вокруг понтонной переправы в Бирске. Он рассказал о том, что понтонный мост, который эксплуатировался в Бирске и принадлежал частным лицам, сейчас не работает. Во время предвыборной кампании ради Хабиров повелел перевести его в собственность района, и район как-то так уж творчески попользовался этим понтонным мостом, что теперь ему требуется капитальный ремонт. Моста нет, переправы нет, теплоход «Горлица» находится на ремонте и тоже не работает. Лодки запретили. Жители Бирска очень беспокоятся о том, как будет налажена эта понтонная переправа. Вот-вот сойдет лед. Ледовая переправа была очень плохой в этом году в Бирске. Объезд 150 километров. Вот такая вот дорожная проблема возникла в Бирске. Может быть, не стоило отбирать участника этот понтонный мост, коль скоро администрация не в состоянии справиться вот с этой задачей самостоятельно. Немного из смешного в нашей почте. Это сообщение о том, что правительство Республики Башкортостан в срочном порядке закупило огромный объем туалетной бумаги на 600 тысяч рублей. Все-таки в правительстве что-то знают. И вообще туалетная бумага это действительно какой-то странный ресурс, который ну никак не идет из головы паникеров. Но факт остается фактом. На 600 тысяч рублей туалетную бумагу закупило правительство Республики Башкортостан. Разбирая почту канала, я обнаружил огромное количество обращений, писем, всевозможных сообщений, которые ну никак нельзя обработать, потому что совершенно непонятно, о чем идет речь. Либо невозможно исполнить просьбы тех, кто просит. Я очень прошу, если у вас есть какая-то проблема, пожалуйста, описывайте ее. Потому что вот сообщение типа того, что я попал под разборки точка город Нефтекамск, ну извините, меня ну никак мне не позволяет заниматься подобной проблематикой. Ну то есть, если у вас есть проблема, потрудитесь, пожалуйста, ее изложить подробно и понятно. А дальше уже как бы будем посмотреть, что с этим делать. Напоминаю, что завтра, 29 марта, состоится у нас пятый стрим нашего канала. Подключайтесь в Ютьюбе. В 9 часов вечера будем проводить этот стрим. Время постепенно откладываем, но находим оптимальное время. Тут вот подписчики, зрители канала говорят, что было бы здорово делать это в 9. Ну и примерно час пообщаемся в эфире, в прямом эфире. Любые вопросы. Можете присылать эти вопросы заранее, то есть в комментариях, там на почту, где-то там в личных сообщениях, в социальных сетях. Я постараюсь их все обработать, переработать, обобщить. Ну и подключайтесь. В прошлый раз стрим был чрезвычайно таким живым. Очень много людей было онлайн. Очень многие посмотрели потом запись стрима уже на канале. Значит, всех приглашаю. Ну и ставьте нам лайки, комментируйте, помогайте каналу. Все как обычно. Будьте здоровы, берегите себя, берегите своих близких, берегите старших. Коронавирус не пройдет.